Мы продолжаем информационный выпуск к другим новостям. Урок среди мусора. Так проходят занятия экологической грамотности на мусоросортировочном заводе в Чубаксарах. Сегодня про вторую жизнь отходов узнали воспитанники детского сада номер 164. За моей спиной это уже не мусор. Это сортированное вторичное сырье, которое готово для отправки на перерабатывающие предприятия нашей страны. Воспитанники подготовительной группы детского сада номер 164 сегодня узнали, что из упаковок средств, с помощью которых их родители моют посуду, можно делать горшки для цветов, линейки и другие новые вещи. Только для этого пластик нужно отсортировать от других отходов. В сутки работники перебирают порядка 400 тонн мусора. Все начинается на пункте контроля. Здесь специалисты определяют, не привез ли мусоровоз каких-либо опасных радиоактивных веществ. А еще в платформу встроенные весы. Выяснилось, что группа из 13 детей, несколько сопровождающих их взрослых и журналисты, весят больше, чем полторы тонны. Дальше дошкольникам показывают разгрузку машин. На этом этапе стаи галок, голубей и чаек могут растащить мусор далеко за пределы завода. Чтобы этого не происходило, здесь работают необычные сотрудники. Эти хищные птицы, в данном случае, их правильно называть служебными птицами, они используются как средство отпугивания, как биорепеллент. Это новое направление. В России впервые такая методика отрабатывается. Мне нравятся птицы вот эти, потому что у них работа. Какая у них работа? Отпугивать вагон. После контроля, разгрузки, сортировки, прессования, объем пластика или картон уменьшается в три раза. Тут на заводе сортируют мусор и их в такие кубики заворачивают. Сейчас только 30% мусора попадает на переработку, хотя возможно довести до 80%. Однако для этого нужен спрос на вторсырье. Он будет выше, если качество сырья улучшится. А это, в свою очередь, возможно, если сбор мусора будет раздельным. Пищевые отходы и сухое сырье. В таком случае картон не будет размокать. Региональный оператор сейчас ведет переговоры по этому вопросу с правительством республики. И приучается к такому принципу. Население нужно с детства, считают специалисты. Мы первые на территории России стали проводить занятия для детей дошкольного возраста, начиная с 4-х лет, вместе с родителями, с педагогами. И хотим сказать, что данный опыт себя очень хорошо показывает. Почему? Потому что переход на раздельную систему сбора отходов невозможен, если нет эмоционального и культурного настроя у всех слоев населения, начиная от детей и заканчивая пенсионером. Что касается взрослых, то мотивацией могут стать тарифы. Конечно, тариф снизится. Дело в том, что вторичные материальные ресурсы не требуют захоронения. Соответственно, количество отходов, которые мы оплачиваем для того, чтобы захоронили, оно снизится. Это то, что можно измерить рублем. Польза для экологии бесценна. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.